Приветствую вас, вы, я вижу, мама такая, понимающая, такая, хорошо чувствующая ребёнка, ну, своего ребёнка. И я думаю, что вы сможете понять то, что я вам попытаюсь сказать. Во-первых, во всей этой истории мне очень интересно, где отец ребёнка. То есть, ну, вот хорошо, есть вы, есть вы, которая старается, ну, значит, сделать что-то для своего сына. Есть вы? А где отец? Почему отец не участвует в том, что происходит с ребёнком? Грубо, грубо говоря, грубо говоря, да. Вот. То есть, ребёнку, подростку нужна отцовская фигура. В любом случае. Если отцовской фигуры нет, то начинается вот такая не очень приятная история, когда мальчик не знает просто-напросто, куда себя деть. В этом случае я рекомендовал бы привлечь кого угодно, да. То есть, вообще, не важно, кого, не важно, как именно. Главное, чтобы, ну, было хоть что-то. Или хоть кто-то. Я полагаю, что это один из первых важных моментов. Ага. Второе. Второе. Второе, о чём хочется сказать, это, пожалуй, о том, с какого момента ребёнок перестал увлекаться уроками, школой и так далее. То есть, ну, в общем-то, вы же понимаете, что с чего-то всё началось. Вы же понимаете, что всё имеет начало. В данном случае, в данном случае на ребёнка что-то повлияло. Но я, к сожалению, не знаю, что именно повлияло на ребёнка. Это можете знать только вы. То есть, вы можете знать, что происходит с вашим сыном. И потому отсюда вытекает вполне себе такой, на мой взгляд, нормальный постулат. Насколько вы близки со своим сыном. То есть, насколько он, например, вам доверяют. Насколько он вам всё рассказывает. Что с ним происходит, что с ним творится и так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Очень часто, но, к сожалению, не всегда. Бывает достаточно всего лишь дать понять ребёнку, что вы поддерживаете то, что он делает. То есть, если вы говорите ребёнку, что он молодец, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, просто говорите ему, что он молодец. То в этом случае ребёнок расслабляется, получает определённые позитивные эмоции, определённые позитивные чувства. И начинает несколько лучше себя ощущать. Что и задаёт ему стимул для того, чтобы что-то делать. Таким образом, вам нужно просто, просто-напросто, ну, поддержать его увлечение. Вперва. Каким бы оно ни было, это увлечение. Каким бы оно ни касалось вам насчёт неправильно. Это вот такой момент. Дальше. Значит, если говорить о детском психологе, которому вам предлагают сходить мой коллега, если говорить о детском психологе, то мне думается, что если вы и соберётесь это делать, действительно, если вы соберётесь это делать, то делать это нужно очень аккуратно, чтобы не отвратить мальчика. То есть, его можно заинтересовать, сказать, что это, например, интересный человек, ну, который занимается всякими разными вещами, всякими разными действиями. Вот. И он хочет поговорить вот с таким интересным человеком, как ваш сын. Может быть, может быть, в зависимости от того, какой характер у вашего ребёнка, лучше имеет смысл донести до ценности, что вот все взрослые мальчики, да, все взрослые мальчики, значит, будет, ну, хотя бы раз ходить к психологу. Вот. Потому что нужно же, нужно же подтвердить свою взрослую. Вот. И, соответственно, таким образом тоже можно простимулировать вашего ребёнка. Вообще, в зависимости от того, что ему интересно, вот, то и можно использовать. Вот. То есть, здесь на самом деле даже не так важно, что именно. То есть, если, если ему интересно, вот, что-то одно, да, например, соревновательный аспект, можно представить это как соревнование, если, может, если есть что-то ещё, можно представить как что-то ещё, ну, вот. Главное, не бояться и, значит, смело идти, смело идти, как бы так сказать, в атаку, да, вот. Потому что, если вы этого не сделаете, ну, соответственно, ничего и не будет тогда. А это, как вы понимаете, не вариант. Следующий ваш важный момент заключается в том, что он относится к учебе. То есть, понимаете, если он был отличником, значит, это для него имело какой-то смысл. Я так полагаю. Если это для него имело какой-то смысл, ну, именно, вот, быть отличником, то, скорее всего, сейчас этот смысл утир. И я бы пригласил вам, я бы пригласил вам спросить у мальчика, а вот ты раньше, да, учился, ну, учился, ты любил учиться, учиться. Вот, не нужно, не нужно на него давить, не нужно, там, что-то выспрашивать, да, и так далее, не нужно. Этого, этого вот делать, как раз таки, не стоит. Будет здорово, если вы просто зададите этот вопрос ребенку. Ну, и поговорить с ним, как это было, когда ты учился на пятерке, вот. Как я сейчас, расскажи мне, поделись. А мне же интересно, как вот, ну, как ты живешь, мне интересно, чем ты живешь, мне интересно, чем ты занимаешься, вот, и так далее. То есть, попробуйте, эм, попробуйте человека, да, разговорить, чтобы, чтобы он открылся вам. По возможности, по возможности, ну, как можно вполне, чтобы он открылся, вот, рассказал о своих переживаниях, каких-то своих страхах, может быть, и так далее. Вот. А, вообще, мне кажется, что именно раскрытие, раскрытие переживаний ребенка, в данном случае, в конкретном, вам поможет лучше, чем что бы то ни было. То есть, если ребенок сможет без опаски вам что-то рассказывать, да, то это вполне возможно его освободить, вот, ну, в определенной степени, конечно, освободить. Вот. И, и, он будет делать то, что, эм, хочется ему. Потому что, ну, например, то, что вы описываете, да, а вы описываете такие вещи, как, значит, покуривает, эээ, там, алкоголь употребляет. То, что вы говорите, это проявление, эээ, желание, эээ, убежать. Эээ, это желание убежать, эээ, от, чего-то реального, от чего-то реального в мире. То есть, реальность вашему, эээ, сыну не нравится. И нужно понять, чем именно, чем она ему не нравится. Эээ, реальность. Потому что, до тех пор, до тех пор, пока, эээ, ваш сын, эээ, будет опасаться, реальности. Вот. До этих пор, вы ничего не сможете сделать сээ ним. Он будет, ээээ, постоянно вас обталкивать. Вот. Поэтому, эээ, поэтому, поставьте себе такую цель, да? Значит, не чтобы приучить ребёнка к, эээ, учёбе, да? Ага. Скорее. 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 Чтобы, эээ, просто раскрыть его, просто раскрыть его переживания. И, 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 вот, тогда, если вы это сделаете, если вы раскроете, эээ, его переживания, да, я полагаю, дело извинится с мёртвой точкой. Вот. Ну, а пока, пока так. Помогите, понимаете, ну, опять же, вы мне, вы мне, эээ, кажетесь, да, довольно, эээ, умной, эээ, женщиной, да? То есть, вы, эээ, понимаете, что, эээ, значит, заставлять ребёнка не, не имеет смысла. Вот. Эээ, понимаете вы, что, эээ, нужно с ребёнком иметь хорошее отношение. Вот. И они у вас хорошие, ребёнок вам не грубит, это здорово. Вот. Ну, значит, скорее всего, скорее всего, ага, где-то у него, эээ, были, вот, какие-то проблемы. Были у него где-то какие-то, эээ, я так вот, в полагах, эээ, разочарования, судя по всему. И именно, вот, эээ, вследствие этого у него и возникло, вот, такое вот поведение. Приживать, эээ, сильно, эээ, не стоит, вот, мне кажется, что ваш ребёнок достаточно, ээээ, сознательный для того, чтобы не делать, эээ, глупосты. Вот, мне кажется, эээ, что ваш ребёнок достаточно умный, чтобы не делать глупосты. Вот, просто, мне кажется, эээ, нужно немножечко больше доверия, эээ, к эээ, к вам, эээ, точнее, к вам, ему и вам, эээ, к нему. Вот, и тогда вы получите все шансы на то, чтобы восстановить гармонию, значит, эээ, ну, гармонию именно в нём. То есть не, эээ, не у вас гормонию, да, а именно у него. Вот, я полагаю, что это будет, эээ, хорошим, эээ, моментом. Я полагаю, что это будет, эээ, прекрасным моментом, но для этого потребуются ваши усилия. Конечно, потому что, ну, без усилий, без, эээ, ваших каких-то шагов, эээ, вперёд, ребёнку, ребёнку будет, конечно, тяжело. Вот, на этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, эээ, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понрав, понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.